В Китае много нового народа подтянулось, там люди получили посвящение. Шива Прабхупада сказал, что китайцы примут сознание Кришны последними, но следовать будут первыми. Я так чувствую, что скоро уже придется брать нам... Да, Великой Лахтинской стена. Поэтому Касвай Махараш передавал всем свои поклоны. Он очень счастлив приехать в Китай. Сейчас там много наших преданных в Китае. Я надеюсь, что в 50-е годы пели русские, китайцы, братья навеки. Появились наши китайские братья и сестры. Сегодня мы добавим еще и наших питерских братьев, сестер. Кто у нас сегодня получает инициацию, где жертва Олега Кришна. Кто еще? Один девочка, один мальчик. Мы только что были в Абхазии. Один, один. В Абхазии мы были с Иджай Романом Прабу. Иджай Роман привез туда технологию здорового питания. Рассказал им, что в далеком блокадном Петербурге он ел листья боярышника и одуванчика. Тут же собрал листья боярышника и одуванчика. Сделал коктейль здорового питания. Все были в полном восторге. Потом пришли коровы, стали просить еды. На Говардхане, у нас же Говардхан, там целый холм, река течет. Говардхан очень потрясающий. Весь холм прямо в мандаринах, в апельсинах. Прямо вот так вот растут хурма огромная. Прямо ешь деревьев, не хочу. Поэтому мы решили, что будем делать осенью Вайшнамский фестиваль в Абхазии и весной. Весной всех блокадников питерских вывозим на огороды абхазские. Поедание одуванчиков. Первый подснежник называется. А осенью уже праздник урожая в Абхазии. Поэтому были у Рамабадра и Шешвари, они там целые пермохозяйства. Им достался замечательный дом, там больше гектара земли, бамбуковый лес, 4 комнаты. Они его отремонтировали, отстроили. Все такое было, конечно, убитое. Сделали такое потрясающее пермохозяйство. Теперь у них грибы, шитаки растут, маленькие арбузы. В общем-то, целое хозяйство. Там еще несколько дворов. Еще там достаточно дешево можно купить дома. Мы нашли там дом за 100 тысяч с участком. То есть там всем дорого продают, а когда знаешь, ты там уже в теме, уже можно дешево купить. Вот поэтому у нас есть несколько домов в Истонке и несколько домов в Сухуме рядом прямо с нашим храмом Гвардханом. Вот ребята активно его ремонтируют, реставрируют. Это будет очень красивый храм. И Вишвапати отрастил целую бороду, как Дед Мороз, такой белый седой бородой. А я говорю, Вишвапати у нас настоящий Дед Мороз. Можно даже поддерживать его за бороду. Собственно, поэтому очень была такая интересная, хорошая поездка. И в Абхазии у нас есть Хришакеш Махараш, наш лидер, который бывший Нава Кришна прабой. Сейчас он получил саньясу. И очень такой человек, который полностью зарублен на духовной практике. Лев Толстой, он говорил всегда, что я не самый лучший толстовец, поэтому я не зарублен на духовной практике человек. Но когда я вижу Наву Кришну, мне хочется практиковать жить духовной жизнью. Хришакеш Махараш, он сразу же бежит в море, бросается в 4 часа утра, купается в холодном море. Потом там такой настоящий как бы садху. И, естественно, в его присутствии там никто уже не может меньше стандарта. Он все время, там Навадвип еще. И с приездом наших преданных, судьи Багавана, очень оживилось движение. Сурья там с Багаваном и вместе с Рамабадрой построили огромную печку, камин двухэтажный. В общем, мы приехали, у нас уже комната с камином, с печкой. Поэтому можно сказать, что наши преданные очень активно ведут проповедь, в том числе не только в Абхазии. Мне написали, вы знаете, что в Абхазии сейчас на Гвардхана Пуджу в Томске был праздник, фестиваль Гвардхана Пуджи. И там присутствовал наш замечательный Сахадев Прабо. Сахадев Прабо побывал в Томске. И у нас не так давно Наян Абхирам открыл центр в Хабаровске. У нас там два центра. Центр Ганхарвики и центр Наян Абхирамова. И вот новая молодежь. Ну, Ганхарвик уже пожилая женщина. Она, так сказать, из ведических рейки. Ну, так у нее такая больше какая-то эзотерика. А Наян Абхирам, он такой больше йогу и такой вот чистую бахтийогу наших учителей двигает. Вот. И замечательная была и программа. Я приехал туда Сахадев. Я туда приезжал. Вот. Сейчас Сахадев. Вот еще планируем Ашутоши. Варден. Варден там был. Вот. Поэтому там, собственно, в Хабаровске у нас пошло целое движение. И вот, если говорить о трендах таких духовных, духовного роста, за прошлый год у нас появился, например, на каждой лекции нашей в городе, в Киеве, там 300-400 человек приходят на лекции. Ребята открыли уже йога-центр. Новые ребята подтянулись, да. Новые получили посвящение. И как бы открыли уже вот за ближайшее время йога-центр, где постоянно идут программы. Но они там еще йогу преподают. Но при этом как бы все время проходят духовные программы. Поэтому благодаря вот этому летнему, помните, да, когда мы начали летний фестиваль первый, мы провели первый фестиваль в Киеве, когда, может быть, год назад, да. И вот второй фестиваль, к нам пришло уже несколько тысяч человек, и открылся центр. А если будем делать следующий фестиваль в следующем году, ведический, уже придет несколько тысяч конкретно человек. Это говорит о том, что на Украине очень большой интерес к сознанию Кришны. И вполне возможно, он и здесь есть. Просто пока еще Лахта немножко далеко находится от центра. И она такая более, скажем так, у нас Лахта, такое место, куда такой VIP свои приводят своих. И люди, которые остаются здесь, в Лахте, при божествах, они как бы, ну так, очень селектируются. Вот, поэтому можно сказать, что за последние два года наша миссия, она растет и развивается. Это очень приятно. И приятно то, что за последние два года в нашу миссию пришло много молодежи. И как бы молодежь взяла в руки, как бы, карт-бланши, Ашутош, Варден Прабу, Сахадев. У нас замечательные проповедники. Мы даже поняли, что какой смысл. Ну, мы можем привести там Госвами Махараджи раз в год каких-то проповедников иностранных. Но мы сказали, а зачем мы возим иностранных проповедников? У нас свои замечательные проповедники. Тот же самый Ашутош, тот же самый Сахадев, Варден. Ну, это люди, которые изнутри. И к тому же еще у нас формировался целый там коллектив джив-джага, да, оркестра реальная. И следующая ситуация, это то, что выходят архивы, архивы Гуру Дева, лекции. В общем-то, поэтому можно сказать, что движение идет полным ходом. Я уже не говорю про ведический планетарий, который вот здесь мы сейчас сошьем еще купол. У нас будет своя студия 3D. Поэтому мы уже всех преданных призываем, кто связан с искусством, уже может участвовать в создании ведического планетария, ведического контента. У нас вот есть целая команда во главе с Девомитрой, с Арашямом и Девоприя, право. В общем-то, ну, целый ресурс в лахте, получается, творческий, духовный. Вот. Я все эти вещи вам рассказываю так, чтобы, ну, как сделать небольшой отчет о наших поездках, о том, что происходит, обобщаю. Но при всем при том, что мы говорим о том, что существует движение, ну, нужно помнить, что это движение построено на индивидуальных людях. Их способности принять сознание Кришны, их способности посвятить себя в духовной жизни, их способности что-то отдать, их способности что-то возглавить, что-то сделать. Поэтому, вот, кстати, да, еще Кумарджи. Мы знаем, что на этом фестивале в Томске снимался фильм «Цельнокедровая оболочка». Ну, вот, такой фильм, как бы, мы после съемок фильмов про вампиры первые, потом вторых, ну, вот, у нас все томские преданные загорелись театральной деятельностью. У нас появилась целая-целая киногруппа. На следующее лето у нас намечены грандиозные съемки фильма «Свои против чужих». Это как «Чужие прилетают к своим». Вот был «Хищник против чужого», да, у нас «Свои против чужих». Ну, вот, в общем-то, у нас в Томске намечен такой глобальный, глобальный, как бы, такой, уже, если первый фильм мы снимали так, на мобильные телефоны, второй такой уже, так сказать, триллер, то третий уже будет такого голливудского масштаба, полный метр. Ну, вот, «35 миллиметров» — это будет серьезный фильм, который пойдет уже по кинотеатрам, ну, вот, в Айшнавском, по крайней мере, виду, ну, вот. И вот как раз фильм полная целиковая, цельнокедровая оболочка тоже показывает о том, что у нас преданные спецэффекты, и у нас и там, и Ганеш, и Ведовьяс, в общем-то, уже такие серьезные фильмы. Ну, и вы знаете, да, что мы еще тоже ряд фильмов наметили по ведическому планетарию, поэтому, вот, что могу сказать? Хочу даже сказать, что хочешь рассказать, посмешить Кришну, расскажи свои планы на будущее. Сегодня я беседовал с китайскими преданными, вот, и говорю, а вот мы можем вам прислать, а они говорят, а кого вы можете прислать? Я говорю, да, вот, хотя бы вот пола на сударшине приедут на следующей неделе. Они говорят, как это так? Я говорю, а не знают об этом? Я говорю, нет, еще не знают, я говорю, вечером расскажу на программе. Ну вот, и была такая в Гоуди Манхе история очень интересная, чтобы кроссиданта сосать такую, он был трансцендентной личностью, и у него появились первые ученики европейцы. Ну, естественно, был ученик немец, и, а как там, у преданных же все, а, Харибу, побежали, куда бежим? А проповедователь там, а куда мы едем? А мы едем на юг, оказывается, да, там преданный в тапочках вышел, он сказал, садись, садись в машину, вот, куда машина едет? Она едет там на юг. И, естественно, немецкому преданному трудно было пережить все эти трансцендентные вещи, вот, это немецкие, когда преданному сказали, так, быстренько прыгай там в повозку, поехали на программу, ну, преданный пришел к Сарасваде-такуру немец, и он сказал ему, дорогой гуру Махарадж, у нас в Германии все делается за шесть месяцев, планируется за шесть месяцев вперед, а тут, как бы, мне говорят, что я должен быть через пять минут на программе. А, ну, естественно, вы же понимаете, да, что на Вальшиновской программе в Индии показать белого, а тогда это только начиналось, что белых почти не видели, да, там, в Бенгалии, ну, вот, поэтому, естественно, его там тягали на все программы, он должен был там, ну, просто, просто присутствовать, да, то есть такая сева у тебя, ну, вот. И Сарасваде-такуру ему говорит, как это я могу планировать, что это за шесть месяцев вперед, когда я только сам узнал из духовного мира, только поступила информация, да, поэтому мы помним о том, что есть две вещи. Первая – это спецназ, когда спецназовцы садятся в вертолет, им там открывают пакет и говорят, вылетите туда-туда-то выполнять такое-то задание. Это первый метод. Этот метод, в целом, он в стиле нашей миссии. Но второй метод – это то, о чем говорил наш замечательный немецкий преданный еще сто лет тому назад, что, ребята, давайте хотя бы на шесть месяцев будем что-то пытаться планировать. Вот мы говорили как раз с Виджай Романом Прабу, с преданными в Абхазии, мы хотим запланировать майские праздники в Абхазии, мы хотим запланировать фестиваль летний в Москве, мы хотим запланировать фестиваль Джанмаштмия. Мы хотим запланировать ряд важных событий в этом году и готовиться к ним уже заранее. Мы хотели бы, чтобы не только мы готовились, а готовилась вся миссия к этому, к большому празднику, к приезду международных гостей, к паломничеству. У нас уже работает паломничество раз в год, уже люди знают, ага, тогда-то мы едем, тогда-то. После паломничества у нас то-то происходит, то-то происходит. Вот, поэтому у нас ряд событий, которые мы хотим запланировать в нашей миссии. Естественно, чтобы вы все знали и участвовали в этих событиях всеми своими возможными фибрами. Вот, контакты, фейсбуки, все сидят как тролли в контактах в фейсбуках. Вот, это должно быть такое... Сейчас Санкиртона какая? Сейчас Санкиртона должна быть контактная и фейсбучная. Сейчас уже подбегать кому-то на улице, говорить, вот тебе книжка, нет смысла. Сейчас уже там ВКонтакте, там красивая девушка пригласила в свою группу, раз, раз, всем разослала парням книги. Они все сидят читают, да? Ну вот. Поэтому, как бы, уже другие принципы работают. Да, уже, как бы, можно использовать все наши возможные средства для того, чтобы продвигать сознание Кришны. И в связи с этим мы видим, что наша семья, она растет, она растет очень быстро. И я всегда напоминаю, потому что сегодня пришли первые люди, которые хотят принять посвящение в нашей семье, а когда-то в ИСКОН произошла такая ситуация, что после ухода Прахупада все думали, вот там 12 гуру будет там, а никто не смог выдержать всех этих гуру, почти никто не смог, половина оставили, в силу тех или иных обстоятельств. Вот, ну, чтобы вы понимали, да, быть гуру – это не так просто. Но потом люди в ИСКОН подумали, а что же нам, как нам быть? И вдруг они вспомнили, ёлки-палки, у нас же есть Шила Прахупада. И они поняли, что надо не себя продвигать, а продвигать Шилу Прахупаду. И то же самое в нашей миссии. Мы говорим о чём? Что в нашей миссии много замечательных проповедников, вайшнавов, но у нас есть самое главное – это Шила Шитхарма Хараши, Шила Гуру Дэв. Это личности, которые принесли невероятный духовный вклад в вайшнавизм. Шила Шитхарма Хараши, он всегда говорил, я теоретик, а Говинда Хараши – практик. Одна девушка приехала в читание Сарасват Мат, естественно, как бы, пользуясь современными гигиеническими средствами, засолился её туалет. Она не знала, кому об этом сказать. И Гуру Дэв спросил, что вы такая беспокойная? Она говорит, да туалет не работает. И Говинда Хараши сказал, да я пойду покажу, как это… Говинда Хараши бамбуковой палкой пробивал туалет. Ну вот. Говинда Хараши всегда считал себя практиком. Понятно, да? Поэтому он знал в Матхе всё, от того, как пробить канализацию, затем, как дать высшее заключение священных писаний. Ну вот. И в чём его пример? Он показал нам, что такое вайшнав. Говинда Хараши никогда за свою жизнь не показал людям, что он чем-то обладает без Шитхара Махараджа. Он всегда говорил, это Гуру Махарадж, это мой Гуру Махарадж. Он показал положение идеального ученика, и поэтому он был идеальным гуру. Потому что только идеальный ученик может быть идеальным гуру, по сути дела. И когда Шитхара Махарадж, в книжке Шитхара Махараджа «Ши Гуру его милость» была написана, глава такая «Стань гуру», Говинда Хараши всегда смеялся, он говорит, нужно было перед этим написать главу «Сначала стань учеником, а потом ты станешь гуру». Так вот, придя в нашу миссию, мы на самом деле только пытаемся стать учениками. Что такое быть учеником? Быть учеником – это следовать дедушке Ленину. Вы понимаете, да? То есть есть наши основатели. Сколько там большевиков, Камо, Лазо, Держинский. Есть основатели нашей миссии – Шилы Шитхар Махарадж и Шилы Гуру Дэф Махарадж. И Шилы Шитхар Махарадж сказал про народа Мадаса Такура, замечательные слова. Он сказал, народ Мадаса Такура не был слепым последователем. Что такое быть слепым последователем? Быть слепым последователем – это не понимать той традиции, той глубины. И, честно скажу вам, вот недавно, когда я был в Таиланде, у меня была возможность слушать архивы Гуру Дэфа, работать на новой книжке, которую Рага Леха переводил, Амная Татва. Это потрясающая книга. Я подумал, с одной стороны, эта книга вроде бы как для тех, кто в теме, ну так, для начинающих. А с другой стороны, Шилоговин Махарадж в этой книге раскрывает самые сокровенные идеи нашей сампродая. Путь, рупы, рагунатхи, молитва рагунатда, сагасвами и так далее. То есть это эксклюзивная идея ваишнавизма. Но я хочу сказать, что в нашей миссии есть множество эксклюзивных идей. Шилы Шитхар Махарадж написал множество эксклюзивных молитв, которые, может быть, мы даже все не знаем и не читаем. Шилы Шитхар Махарадж написал премадхава девастотру. Это концентрированное читание читамита. Шилы Шитхар Махарадж хотел написать выжимку из Бхагавата Аркамрича Мала, только он хотел не тысячу шлок самых главных шамат Бхагаватам, а 300 выбрать. То есть в нашей миссии есть очень глубокие эксклюзивные концепции, поэтому наша миссия отличается. И одна преданная сказала мне, что мы поклоняемся Джаганату. Но я сказал, что Джаганат в целом – это исконовская тема, если честно. Потому что Джаганат, Балабадра, Субадра, там, где Джаганат, там присутствует Баладеф и сестра Субадра. Это становится нашей темой, когда Джаганат едет на Радхаятру. Когда Джаганат едет на Радхаятру, тогда это… Потому что Джаганат возвращается в Вриндаван из Двараки. И вот там, во Вриндаване, в храме Гундичи, там появляется Радхаране. А Шила Шидарма Хараша и Шила Гурудеф – это эксклюзивные слуги Радхаране. Поэтому они никогда не выходят за пределы Вриндавана. Они всегда… И я сказал, если в целом, Шила Шидарма Хараша, он эксклюзировал в Бхакти-Виданте-Свами Прабхупаде переживания сакья-раса. Сакья-раса очень возвышенная. Кришна Балрам Мандир открыл Прабхупад. Он написал стихи в умное состояние сакья-раса. То есть показать, что великий Вайшнаф был в умное состояние сакья-расы, друзей Кришны – в этом нету ничего. Но Шила Шидарма Хараша был эксклюзивным последователем Радхаране Махапрабху. И идея Шила Шидарма Хараша и Гурудефа была эксклюзивна разлука Махапрабху. Поэтому Шила Шидарма Хараша видал золотой вулкан Божественной Любви. Он описал своим языком сокровенные идеи читания чаритамит, и потом он описал своим языком идею разлуки. В других сампродаях, таких как Ши, где идея самбоги, одна ниже, не в Романуджи, а в, может быть, не в Бараке. Там написано, на флаге этой сампродая написано, в этом мире нет разлуки. Ну, что преданный Господь всегда пребывает друг к другу, но не у Махапрабху. Махапрабху сказал, нет, в этом мире есть разлука. Он сказал, как в том мире нет разлуки. Но когда Махапрабху приходит в этот мир, чтобы испытать разлуку с Радхаране, тогда что-то новое рождается. И поэтому сказано, ты увидишь Галоку в Гакуле, а Гакуле в Галоку. То есть, по сути дела, есть две реальности. Первая – это Вриндаван идеальный в духовном мире, но там нет демонов, и там нет разлуки. А второе дело – это Вриндаван в неидеальном мире, который называется Гокула. Так вот, оказывается, Вриндаван в неидеальном мире более идеален, потому что там есть и демоны, и разлука. И поэтому Вайшнавы говорят, ну, как бы еще неизвестно, где настоящий Вриндаван. То есть, где более полная, да, где более полная реальность. Поэтому ты увидишь одно в одном, другое в другом. Ну, ты помнишь, да, почему Кришна приходит в этот мир? Потому что ему нужна игра, ему нужны демоны, ему нужны, ему нужна Путана, Бакасура, Агасура. Ему нужны, он приходит как, чтобы испытать разлуку. Если мы говорим о Брихат-Бхагаватамрите, то все исследования наших учителей, в том числе Санаты Нагасвами, построены на, так сказать, антологии Кришны-Лилы, где Кришна сам испытывает разлуку в Вриндаване, Кришна возвращается в Вриндаван. То есть, с другой стороны, мы говорим, Кришна всегда во Вриндаване, как он сказал на Курукшетре Гопе, что я всегда, ну, где? Стое глубокое состояние разлуки, что даже, ну, даже Кришна вынужден устраниться в какой-то, да, там, он пребывает в сердцах преданных в какой-то момент. Слишком, слишком просто, Кришна же, он наслаждается эмоциями любви. И поэтому, где столь глубокие эмоции, Кришна вынужден войти в сердце каждого, чтобы переживать самое сокровенное чувство разлуки. И все это принесли наши учителя нам. Это наше сокровище. Мы очень далеко от этого, но мы знаем, что мы попали в уникальную семью вайшнавов, в эксклюзивную линию. Да, причем, когда Шилашидар Махараш говорил об этом, он говорит, что прощаются все оскорбления, но он также сказал, что мы очень удачливые оскорбители. Не всем оскорбителям так повезло, что мы попали в аппарат «Банжен Патт». И я вижу, да, например, что тенденции, тренды нашей линии здесь, это в Москве у нас Гирирадж, здесь Гирирадж. Понимаете, да, то есть Гирирадж, он заполонил собой все пространство. То есть в целом мы не можем сказать, что там в других миссиях вайшнавских поклоняются Гавардхану, так как все поклоняются Гавардхану, но в нашей миссии, как бы это присутствует здесь, в Абхазии, в Сибири. То есть это как бы, это дало некое, ну как бы, да, то есть это приняло некую форму. Поэтому люди, которые преданы, которые приходят в нашу миссию, они очень удачливые, они приходят в семью. Поэтому они должны будут изучить духовное наследие наших учителей. И наша задача помочь, вот Гасвай Махараж, да, в чем его великое положение, он раскрывает это, он раскрывает идеи Шидхара Махаража, раскрывает идеи Гавида Махаража, он помогает нам это помочь. Это не маленькое дело, поэтому есть сокровище наших учителей, а есть наше положение как новых очаров, да. Мы раскрываем эти идеи, помогаем, сами пытаемся постичь, но есть еще другие идеи, это проповедь. Мы даем все больше и большим количеством душ присоединиться, и в проповеди участвуют все. Каждый, кто здесь находится, он в какой-то частичке участвует в проповеди. Да, может быть, там Буван Сундр Прабу, он цифрует кассеты в архиве, но это очень важно, потому что мы хотим, чтобы эта проповедь была соприкоснена с первыми первоисточниками. Может быть, там команда самураев, она работает с аудиторией. Это тоже очень важно, мы учимся работать с аудиторией. Другие преданные занимаются интернетом, кто-то занимается поддержанием храма. Да, кто-то может сказать, я не выхожу на проповедь, я нахожусь в храме. Мы даже сейчас на хрена мы не выходим в связи с политическими последними событиями. Но это вообще не значит, что мы здесь не занимаемся в проповеди. Да, любой человек на войне, который участвует в инфраструктуре, в самой войне, он участвует в войне. Кто-то на передовой, кто-то, как говорится, но у нас везде здесь передовая, начиная от храма, заканчивая другими проектами. Вот, и поэтому сегодня я не стал читать какие-то длинные духовные проповеди, я немножко рассказал о том, что нас ждет, чем мы занимаемся и для чего мы здесь все собрались. И надо сделать свое темное дело. Ши Кришна Чайтанна Прабхуни Тананда, Ши Адвей Тагада Атхара, Ши Васади Гуру Бакта Винда. Вернее, светлое дело. Из темнотых света. Вернее, светлое дело. Это очень неудачливая душа, то, что здесь перед божествами, Гуру Гурангара Атхамадовы, перед нашими Пуджария, старейшими преданными, старшими преданными, братьями, сестрами, ты присоединяешься к нашей семье. И придя в эту семью, ты приходишь, чтобы посвятить себя духовной жизни. Это важное событие в твоей жизни, это больше, чем день твоего рождения. Это день того момента, когда душа начала свой путь обратно. Сказано, что Господь стремится к душе, а душа стремится к Господу. Но в момент посвящения они встречаются. И Кришна не сходит через Гуру Парампару, Кришна в звуке проявлен, в большей степени в этом мире. Это самое такое проявление в звуке, в сердце. Поэтому то, что сейчас произойдет, за пределами чувств. Ты не можешь это чувствами почувствовать. Потому что мы все хотим, а чувствами, только душа. А душа, она еще должна пробудиться. Это как ребенок, он рождается, он ничего не может понять. А еще есть некий процесс зачатия. То есть это вообще такой тонкий-тонкий процесс, но благодаря этому проявляется жизнь. И вот сейчас в твое сердце войдет маха-мантра, Харе Кришна, через Гуру Парампару, она всегда передается. И Кришна, Он хочет явить себя. Он может использовать любого. Понимаешь, да? Также может использовать тебя. Кришна использует здесь всех. Поэтому люди говорят, о, Харе Кришна, Кришнаита. А где вы слышали святое имя? О, Кришнаиты пели. Понятно, да? То есть Кришна использует всех преданных. Поэтому сейчас через Гуру Вайшнавов ты получишь святое имя. И постепенно это имя должно будет очистить твое сердце. Это очень долгий, очень сложный процесс. Тебе потом преданные расскажут, ой, я так думал, раньше все так было легко. Это я думал, я такая. А потом я поняла, что я такая совершенно другая. Ну вот, я вообще никакая. Ну вот, но я такой-никакой. Ну, так-никак. Но при этом надо помнить, да, что процесс происходит. И какой бы он ни был, он не ощутим для наших чувств. Это процесс нашего духовного роста. Поэтому мы пришли сюда, чтобы расти. Инициация только начала. Сначала вера, потом общение, потом приятие посвящения, потом служение. И только потом некий проявится вкус, понимаешь, да? То есть мы как бы самое вкусное оставляем не на потом. То есть это все придет к тебе в процессе духовной жизни. А духовная жизнь – это подвижничество или подвиг. Почему подвиг? Надо всегда идти против себя. Потому что ты всегда должен действовать против себя. Это удивительная вещь, да? Действовать ради себя – это все понятно. А как это действовать против себя? Почему? Потому что в тебе есть два «я». Первый – это инстинкты и животное начало. А второй – это высшее начало. Поэтому нас всегда давят инстинкты, животное, да? Чувство самосохранения, размножения, защиты, там, еда, сон. Это все инстинкты. Эти инстинкты всегда говорят – хочу спать, хочу есть, хочу то, хочу наслаждать вожделение. Хочу, хочу, хочу. Эти инстинкты внутри, от этих чувств избавиться сложно. Но есть другой инстинкт, да? Инстинкт души, который говорит, что я – бессмертная душа. Ни хлеб насущный меня не сделает счастливым, да? Никто в этом мире, обрати внимание, все четыре раза в день едят, все чем-то, но никто не чувствует себя удовлетворенным. Почему? Потому что невозможно удовлетворить чувство души через материальный мир. И вот мы хотим удовлетворить чувство души. А как мы можем удовлетворить их? Только удовлетворять чувство Господа. Поэтому воспевание святого имени является одним из самых высших форм поклонения. И во всех религиях является мистерией. И только великие святые старцы в православии знали тайну им и славия, понимаешь, да? То есть это не так, вот просто ты попал в конфессию. Поэтому, когда мы говорим о посвящении, это мистерия. И раскроется это посвящение только через внутреннюю, сердечную, настоящую молитву. То есть ты должен стать молитвенником. Фактически у тебя очень простая задача – стать святым. И когда ты станешь святым, ты поймешь, что в святости нет пределов. Что там есть Нара-де-муни, там, например, тот, третий, пятый. И ты скажешь, как это? А только так. Поэтому ты всегда должен понимать, я еще пока святым не стал. Понял, да? То есть, если ты скажешь, ну я уже стал святым, мне дали бусы святые, носят одежду, носят святые. Но одежды и бусы не делают человека святыми. Поэтому мы все знаем, да? Поэтому настоящий вайшнав, он в первую очередь что себе говорит? Я недостоин. Нету достоинства, ты ничем это не заработал. Ты получил милость, и теперь стоит вопрос о том, что помни всегда, что мы недостойные. Понятно, да? Чайшил Гурдев. Чайшил Гурдев, он говорил, я недостоин. А что уже о нас говорить? Чайшил Гурдев. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доходя до малой бусины, не пересекая сумеру, туда-обратно, туда-обратно. Минимум четыре круга. Но это самый минимум. Первое правило в духовной жизни – всегда помнить о Кришне. Второе правило – никогда о нем не забывать. Если ты будешь помнить не о Кришне, будешь помнить о чем-то другом. В каких-то материальных ощущениях, не самых возвышенных. Поэтому всегда старайся удерживать в уме памятование о Господе через имя. И это и есть подлинное имяславие. Но настоящие вайшнавы заняты непрестанной молитвой. 24 часа они пославят Господа санкиртана. Но это вовсе не значит, что ты занимаешься только ментальной деятельностью. Ментальная деятельность является самой высшей в духовной практике. Мы все занимаемся практическим служением. Поэтому Шрила Прахупада говорил всегда – работай сейчас, а Мадхи позже. Понятно, да? То есть сейчас мы трудимся. И обратите внимание, Шридхар Махараш не признавал тех, кто занят практикой, но не могут служить. Поэтому он не считал, что это служение. Это псевдослужение. Подлинное служение – это самопредание, самоотдача. Поэтому всегда в обществе вайшнавов ищи себе самое низкое служение, самое высокое служение. Такое, как воспевание святого имени к тебе придет. Чтобы поддерживать вкус к святому имени, нужно всегда быть в смирении и в покаянии. А для этого нужно не совершать оскорбления. А мы всегда совершаем оскорбления, потому что мы в гордыне пребываем. Поэтому мы не можем ощутить вкус. Покаяться, лишиться гордыни, заниматься служением, и тогда это милость придет. Это очень легко – давать такие наставления, какие я сейчас тебе даю. Но следовать этому очень тяжело. Поэтому мы все пытаемся стать последователями. То есть мы следуем. С этого дня ты принят в семью вайшнавов и получишь книгу, прочитаешь о славе святого имени, о том, как воспевать святое имя. Десять оскорблений существует. Гуру Абаги и Сада Нинды первые. Но есть еще другие оскорбления, такие, как считать других полубогов равными Кришне, или, например, продолжать совершать греховную деятельность, надеясь на славу святого имени. Как очень любят в Индии курицу сварить в Адиаганге. Или думают, ну сейчас я совершу грех, потом Харе Кришне повторю, и будет все хорошо. Святое имя же все очищает. Это ужасные вещи. И все эти оскорбления, одно из важных оскорблений, которые описаны в книге Хринама Чинтама, если ее прочтешь, это невнимание. Вообще там сказано, что если человеку есть бхакти в этой жизни, значит было в прошлое, и будет в следующей. Ты уже имел какое-то определенное сукрити, какое-то соприкосновение с бхакти в прошлой жизни. Ну может быть ты был с собакой, где-то поел просад. Никто не знает. Ну тут ничего смешного нет. Только что там расскажут, у всех сразу же разгоняются процессы. Мы просто о чем говорим, что... Я просто объясню почему. Если мы будем как животные соприкоснемся, это будет неосознанно. Понимаешь, да, животное, оно может попасть там где-то, просад, мимо храма прошла, птица пролетела вокруг храма, совершила парикраму. Но сейчас речь идет не агьята, а агьята сукрити, а осознанное сукрити. Понимаешь, да, сейчас у тебя очень важно, ты в человеческой жизни, у тебя осознанное сукрити, осознанное служение. И вот сознание Кришны может быть только на осознанном плане. Если человек думает, что я приехал, например, умирать во Вриндаван, он умирает не во Вриндаване, он умирает в штате Уртар-Прадеш. Вриндаван – это тот план сознания, который там присутствует. Понимаешь, да, поэтому человек думает, я пошел мыться в Гангу. А говорят, что в зависимости от уровня сознания благо от омовения. Понимаешь, да, поэтому туда заходит йог один получает, преданный другой, а материалист третий. Материалист смывает грехи, но тут же совершает новые. Йог, он видит это как некую трансцендентную субстанцию, а преданный, настоящий, который заходит, он Гангу от грехов очищает. Понятно, да, потому что слишком много грехов течет в Ганге. Поэтому сказано, что в Багаватам сказано, что вайшнавы такого калибра, как ты, предназначены в Ашукадево, чтобы очистить места паломничества. Понятно, да, что есть вайшнавы, которые очищают с собой места паломничества. А есть материалисты, которые используют что-то духовное, но не более, чем, чтобы сегодня накосячить, а завтра опять наслаждаться. Поэтому мы всегда помним о том, что следование святым, наши учителя были великими святыми, изучая их традицию, изучая их духовное наследие, изучая их книги, изучая их лекции, изучая в целом, общаясь со своими братьями и сестрами, мы обретаем великое благо. Как тебя в миру звали? Максим. В сегодняшний день твое духовное имя будет Мадавананда. 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 У нас все по парампале. Мы передаем Джай Ашил Гуру Девки и Джай. Гуру – это никогда не человек. Гуру – это Господь. Каждый раз, когда мы совершаем служение, как, например, в Пагавадгите Кришна говорит, я, алтарь, пуджаря, ложечка для приглашения, для ягей, жертвенный огонь. Все имеют природу Абсолюта. Я думаю, как это Ананда? Мой у нас имеет природу Кришна. Лицо-то у него не такое, оно еще более… у Кришны черное, а у него бледное. Поэтому мы помним, что Кришна не отдельно от своей энергии. Поэтому почему пуджаря – часть Кришны? Не потому, что он Кришна, а потому, что есть такое понятие, как энергия служения. Поэтому мы рассматриваем Гуру как Кришну изначально, а в целом мы понимаем, что Кришна не отлична от его энергии. И Расхарани – это энергия Кришны. Она приносит счастье Кришне. Поэтому мы рассматриваем Гуру Вайшнавов не отличных от Кришны, потому что это часть мира Кришны. И ты сейчас попал в эту семью. Поэтому ты тоже часть мира Кришны. Но чем глубже твое сознание пробудится, чем больше служения произойдет трансцендентное, тем более это будет реальным. Сейчас это гипотетически. Когда ребенок рождается, его служение гипотетически говорит – вот родился слуга. Но позже это пробудится. Следующий. Вот. Мадвананда, тебе нравится имя? Хорошее, Олег Кришна? В твоем имени есть приставка Ананда. Мадвананда. Это имя Брахмачария или Саньяси. Мадвананда – это… Мадвананда. Шикришно чайтанна прагонитанна, шведведедварин. Хараши басадигур в актовы. Будете не тожалеть дать вам четкие, хорошие. Мадвананда. Вы же раскомходите? Нет? Там просто любят большие четкие. я помню когда я принял заняться грудь не отдал свою оранжевую рубашку шелковую в этот день я делаю вышел как круто смотрит прямо как из коновки гуру я подумал это как это можно понимать и недавно это же оранжевая рубашка я нашел и она у меня лежит и грудь подарил нас аняса и гурдев даже мы же шелк не носим будет ничего ничего шри кришна чайтана проводит андаш ядрит и градара шиваса и гору бактуры да рейкишна рейкишна кашина 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 кари-харе-харе-харе-харе-рам-рам-рам-рам хари-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе-харе- Продолжение следует... 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 воспевайте ежедневно маха мантра как вас свали в миру аня аня религище суммешного дня вас будут звать арати давидаси а рати давидаси ки джай арати это процесс а радха нам а радха нам парам а радха нам отрадовать поклонение арати это процесс поклонения арати проводим и в арати должен присутствовать всегда свет поэтому вас тоже должен всегда свет духовной жизни и пускай это будет джай шлопа кисандр говина дэви арати давидаси ки джай санкиртан ки джай голуби надо хребу арати нормальное имя хороших нам пришел один парень в харьков харьков и говорит я хочу чтобы назвали на санкиртан дасом госвами хорош назвала санкиртан дасом госвами хороши у него он себе ходил каждый день на лекцию в искон возвращался утром так санкиртан дас общался с нами это было замечательно потому что санкиртан дас по прежнему где-то в харькове ну вот но удивительная вещь что иногда можно даже увидеть садху но не узнать его но тем не менее совершить служение поэтому мы говорим о осознанном служении чай шлопа ки дэва ки джай арати давидаси ки джай мадва нанда прабху ки джай хрена ам санкиртан ки джай голуби мананде хари-хари-хари хух ам м perceive кр внешна squid ха мадва нитан perde и Субтитры создавал DimaTorzok